Меньше двух недель остается до празднования юбилея крупнейшего в регионе учреждения дополнительного образования для детей. Городскому дворцу детского и юношеского творчества исполнится 80 лет. По словам его директора, готовиться к празднованию начали за несколько месяцев до памятной даты. Отметить события планируют концертом вне формата и вне стен дворца юбиляра. Почему, выясняла Ксения Тойчкина. Нельзя выходить на полусогнутых. Нужно выходить гордо и торжественно. Это гимна. Требования к вокалистам коллектива «Надежда» у его руководителя и создателя Елены Берман жесткие всегда. Будь то репетиция к одному номеру или сольному концерту. Но сегодня на сцене ощущается волнение особое. Вместе с ребятами переживает и сама Елена Ефимовна. Дворец стал для нее, как и для всех многочисленных выпускников, вторым домом. Впервые она перешагнула его порог в далеком 83-м. Ей было 23 года, когда она стала участницей самого известного в учреждении на то время ансамбля песни и танца «Подснежник». Было сложно, но было очень интересно. Было очень интересно. Мы ездили, у нас была очень интересная, насыщенная молодая жизнь такая. Помогали нам. Я не могу не вспомнить сегодня о нашем любимом руководителе Анатолии Дмитриевича Рытикове, который создал это. И вот детищем много коллективов, которые сегодня будут на этой сцене, вернее, готовятся к юбилею. Это выходцы из нашего подснежника. Елена Ефимовна начала свою деятельность уже в новом здании учреждения. Именно таким мы его видим сегодня. Однако оно было построено намного позже, в 1977 году. Сам же дом пионеров, именно так изначально назывался дворец, впервые распахнул свои двери 15 марта 1936 года. Для омских детей открыли 12 творческих кружков. В 1956 дом пионеров переименован в городской дворец творчества. Сегодня он объединяет 47 детских коллективов. Дополнительное образование получают почти 6 тысяч юных амичей. Самое главное, что мы теперь не просто развлекательное, досуговое учреждение, а мы образовательное учреждение. И это ко многому нас обязывает. У нас образовательные программы, которые мы обязаны реализовать их, причем реализовать с хорошим качеством. У нас есть муниципальное задание, которое мы обязаны выполнять. Вот, наверное, это самое главное. Ну, а все остальное, традиции остались. Благодаря одной из них поддерживается и востребованность учреждения, говорит Нина Павлна. Выпускники часто приводят заниматься сюда своих детей, а они приводят своих. Так сохраняется связь поколений. Даже окончив обучение, выпускники возвращаются на его сцену вновь и вновь. Среди них и Руслан Назаритян. Дворец определил его жизненный путь. В 2009 году он выпустился из вокального коллектива «Надежда». Пение стало его профессией. Каждый момент в этом здании яркий. Не могу так выделить какие-то особые моменты. Каждый концерт, каждая репетиция имеет что-то важное, особенное. Прогуливали? Нет. Почему? Школу прогуливал, а дворец никогда. Вслед за Русланом в ансамбль пришел заниматься и его брат Родион. Я хотел петь, как мой брат, чтобы стать звездой, как он, и чтобы меня показывать по телевизору. Юбилейный концерт решили провести в непривычного формата. Зрители увидят не только танцевальные и вокальные номера действующих коллективов. Это станет творческим отчетом деятельности дворца на протяжении всех 80 лет. Программа охватит и тех, кто не выходит на сцену. Это юные техники, программисты, мастера декоративно-прикладного искусства, спортсмены и другие. Празднование состоится вне стен дворца юбиляра. Все потому, что желающих прийти гораздо больше, чем мест в зрительном зале учреждения. Руководством принято решение перенести мероприятие в концертный зал Омской филармонии. Дата встречи 25 марта 16.00. Ксения Тойчкина, Андрей Кузьмин и Артем Колесников. Антенна 7.